МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Раменская телевидение, программа «Вечерний диалог». Мы выходим в прямом эфире. Наш телефон 4616868. Звоните нам, пожалуйста. И сегодня у нас в гостях Игорь Васильевич Чистюхин, заместитель председателя Московской областной думы и руководитель фракции «Справедливая Россия. За правду». Здравствуйте! Добрый вечер! Игорь Васильевич, мы с вами встречаемся практически на границе Нового года, когда старый заканчивается и начнется новый. И это время подводить итоги. Наверняка есть о чем рассказать и что подвести, особенно о работе думы. Да, безусловно. Провожаем 2021 год, сложный 2021 год. Хотя каждый год мы провожаем, и каждый год мы говорим о том, чтобы он сложный, желаем, чтобы следующий был легче. Надеюсь, так оно и будет. Потому что 2021 год прошел у нас под знаком, прежде всего, ковида, ковидных ограничений. И когда даже Московская областная дума работала дистанционно, это было крайне неудобно. Когда преподавание в школах, в вузах также было дистанционно. Когда огромное количество у нас людей, к сожалению, заболевали. Сейчас, слава богу, заболеваемость пошла на спад. Будем надеяться на то, что в 2022 году все-таки ситуация нормализуется. Потому что количество привитых сегодня буквально подводили итоги. На высшем совете при губернаторе Московской области говорили о том, что все-таки количество людей, которые прививаются, достаточно велико. И это тем самым приводит к тому, что заболеваемость у нас снижается. Если говорить о деятельности Московской областной думы, ну, прежде всего, наверное, стоит сказать о том, что часть времени мы работали дистанционно. При этом задача стояла в том числе помогать врачам, помогать волонтерам вести свою деятельность, помогать тем гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Собственно, депутаты Московской областной думы, в том числе от фракции «Справедливая Россия» занимались такой работой, в том числе и волонтерской работой. Если говорить о законотворчестве, очень много законов. Остановиться на каком-то конкретном законе, наверное, сложно, потому что доходит, например, последнее заседание, это более 30 законов, представляете, да? А мы каждую неделю, по сути дела, собираемся. У нас три недели, получается, парламентские, четвертая неделя работа на территории. То есть мы можем говорить о том, что там по 50, по 60 законов мы принимаем в месяц. Поэтому остановиться на каком-то конкретном законе, да. Наверное, безусловно, стоит сказать о бюджете Московской области. Мы вплотную приближаемся к триллиону по доходной части бюджета. Вместе с тем, безусловно, ковидный год отразился на доходах бюджета Московской области. Но смотрим с оптимизмом, да. Причем фракция «Справедливая Россия» за правду на стадии обсуждения внесла целый ряд замечаний, предложений в бюджет Московской области. Часть наших предложений были учтены. Часть находится сейчас в работе, в том числе, которая относится и к Раменскому одномандатному избирательному округу. Я напомню, что в Раменскому одномандатному округу, от которого я избирался, депутат Московской областной думы, входит Раменский городской округ и городской округ Жуковский. Ну, в частности, те вопросы, которые еще предстоит обсудить с Минфином, мы об этом договорились. Это строительство пристройки к Удельницкой гимназии, потому что, к сожалению, моя родная Удельницкая гимназия в этом году впервые во вторую смену начала учиться, и это ни в коем случае не норма, я считаю. И задачу ставит губернатор, что мы должны учиться в одну смену. Также, если говорить о Жуковском, это строительство новой школы в пятом микрорайоне, еще целый ряд вопросов. При этом, если говорить об итогах деятельности фракции, наверное, один из тех законов, на которых, наверное, стоит остановиться, это законопроект, который подготовила фракция, внесла о возвращении прямых выборов глав, потому что сейчас глава назначается, и мы считаем, что это не совсем правильно. Все-таки главы должны избираться. У нас избирается президент, у нас избирается губернатор, у нас избираются депутаты Московской областной думы, депутация депутатов Раменского городского округа. И абсолютно логично, чтобы и глава избирался людьми и был подотчетен, в первую очередь, жителям городского округа. Мы подготовили законопроект, внесли, причем с удовлетворением констатирую, что 19 голосов за нам, всего 6 голосов не хватило для того, чтобы законопроект был принят. Это вселяет оптимизм и уверенность в то, что в ближайшее время все-таки этот законопроект будет принят. А если немножко отойти от законотворческой деятельности, наверное, 2021 год, два таких больших вопроса, даже три больших вопроса, о которых я говорил и в этой студии, в том числе, неоднократно. Первое – это строительство эстакады через Казанскую железную дорогу в районе Уделинского переезда. Решение принято, более того, оно не просто принято, а выделены средства. Отыгран конкурс, определен подрядчик. И подрядчик уже в этом году, по сути дела, приступает к строительству эстакады, которая должна быть построена в течение трех лет. Будем надеяться, что быстрее. Второй вопрос для меня, как для жителя Удельной, крайне важен, потому что Удельная после Раменского второй по численности населения, населенный пункт. И для нас темой номер один была Уделинская поликлиника. Мы начали в этом году ее делать, и есть все основания полагать, что в следующем году мы откроем, по сути дела, новую поликлинику. Ну и третий вопрос, опять же, я от фракции его предлагал, но это не только моя заслуга, безусловно. И глава неоднократно поднимал эту тему, и представители спорта Раменского округа. Это решение о строительстве бассейна около спорткомплекса Борисоглебский. Такое решение принято. В госпрограмму включен этот объект, и в следующем году начинается строительство бассейна. Я считаю, что это победа, наша общая победа, и очень здорово, что у нас появится муниципальный первый бассейн. Мне всегда говорят, слушай, у нас же есть Сатурн. Я говорю, что Сатурн — это не муниципальный бассейн, это частный бассейн. Поэтому мы, наконец-то, получим первый муниципальный бассейн в Раменском. Вот, наверное, вот эти три основных момента, на которых хотелось бы остановиться отдельно, потому что это действительно тема очень важная. Особенно переезд удельницкий, ну это просто шквал обращения. Да, действительно, те, кто сталкивается с этим, хотя бы единожды, те понимают, о чем идет речь, и о необходимости... Все автомобилисты понимают, о чем идет речь. Это ад. Это ад. Да, хочется. А вот, кстати, про удельницкую гимназию. Это, с одной стороны, прекрасно то, что число детей растет. Это говорит же именно об этом, что появилась вторая смена. С одной стороны, безусловно, это говорит о том, что растет количество детей. С другой стороны, мы говорим о том, что в прошлые периоды у нас отсутствовала вот такая перспектива планирования. То есть, когда мы давали разрешение на многоквартирные дома, я тогда поднимал, много лет назад я поднимал эту тему и писал депутатские запросы, говорил о том, что мы строим один дом, второй дом, третий дом. А куда все пойдут? У нас детский сад в Зеленом городке перегружен, у нас удельницкая гимназия на пределе работает. Мы получили то, что получили. То есть, еще пять лет назад надо было начинать строить эту пристройку, если бы мы выдавали разрешение на строительство. Но, к сожалению, тогда такие решения были не приняты. И сейчас, в общем-то, правительство Московской области и губернатор говорят о том, что строительство новых многоэтажных домов без развития социальной инфраструктуры невозможно. Я с этой позиции согласен целиком и полностью. Так это прекрасно, что будет пристройка, потому что это всегда только плюс. Игорь Васильевич, безусловно, 21-й год запомнился и выделился в том числе и главным политическим событием. Давайте мы и об этом с вами тоже поговорим. Безусловно, я как представитель одной из парламентских партий, руководитель одной из парламентских партий в Московской области. И, безусловно, мы принимали самое деятельное участие в выборах депутатов Государственной Думы, Московской областной Думы. Я напомню, что в сентябре прошли выборы. И вообще сегодня губернатор об этом говорил, что мы только провели выборы. А 23-й год, 24-й год у нас тоже не менее важный выбор. В 23-м году мы будем избирать губернатора, в 24-м году президента будем выбирать. Собственно, у нас практически каждый год он год выборный. Но этот год был важным и сложным, потому что нам необходимо было подтвердить статус парламентской партии. Мы не просто его подтвердили, мы увеличили представительство и в Государственной Думе, и в Московской областной Думе, если до сентября 2021 года мы были четвертой по численности фракции, мы и в Облдуме, и в Госдуме стали третьей по численности фракции, что меня не может не радовать. Вместе с тем мы, безусловно, ставили перед собой более амбициозные задачи, и мы с повестки их не снимаем, будем стремиться к тому, чтобы стать как минимум второй по численности фракции и в Госдуме, и в Московской областной Думе. Спасибо, это действительно прошло, я помню, мы принимали в нем участие, и прошло очень при активном участии жителей, что порадовало было очень много молодых людей. И когда мы общались с ними, о том, ну, вы пришли в общем-то сделать свой выбор. Почему? Потому что они сказали, нам всем важно, и мы не хотим оставаться в стороне, а это говорит о многом. Это здорово, то, что молодежь все активнее принимает участие. Да, ну, мы должны возвращать доверие людей к выборам, к выборной системе, и тогда мы сможем говорить о том, что люди будут активно участвовать. Это прямая взаимосвязь между доверием к власти и к избирательной системе и активности граждан, которые либо участвуют, либо не участвуют. Либо они доверяют итогам выборов, либо они изначально не верят в то, что их голос что-то дозначит. Мы должны все, в первую очередь законодатели, стремиться к тому, чтобы принимать такие законы, чтобы у людей не было сомнений в честности любых выборов, любого уровня выборов. Это так. Игорь Васильевич, еще один вопрос. Инициативное бюджетирование – это закон, который реализуется в нашем Раменском городском округе. Будьте добры об этом. Что же такое инициативное бюджетирование? Закон об инициативном бюджетировании реализуется уже, вот будет реализовываться он в третий раз, в третий год подряд. Это возможность гражданам, жителям Раменского городского округа, других городских округов Московской области принять участие в принятии решений о строительстве того или иного объекта, например, спортивного объекта, или ремонта той или иной школы. Закон предполагает, что изначально есть инициатор того или иного проекта. Да, а дальше этот вопрос выносится на обсуждение в системе добродел. Идет голосование. И тот проект, который набирает наибольшее количество голосов, этот адрес финансируется за счет бюджета Московской области, и там небольшая доля муниципального бюджета и не менее 1% софинансирования инициатора этого проекта. Ну, мне кажется, с точки зрения вовлечения граждан в управление своими территориями, в принятие решения, например, если говорить о Раменском районе, здесь, наверное, один из наиболее показательных примеров и объектов, который в последнее время был реализован, это очистка Быковского пруда, потому что за проект проголосовало, там, я боюсь, конечно, там сейчас ошибиться в цифре, но это гораздо больше тысячи человек, которые проголосовали за этот проект. Это было одно из, один из тех адресов, который наибольшее количество голосов раменчан набрал. И в рамках уже бюджета об инициативном бюджетировании этот объект был профинансирован. Да, и сейчас там завершается очистка Быковского озера. И таких адресов достаточно много. И я, как депутат, также предлагаю какие-то проекты, которые реализуются. В частности, буквально там на днях заезжал, приобрели компьютеры, оборудовали там целый класс современными компьютерами в Раменском филиале Жуковского аэционного техникума. Да, по Раменскому, по Жуковскому достаточно много таких объектов. Там, опять же, Уделинская гимназия, опять же, коррекционная школа, расположенная в Удельной, на другой стороне. И целый ряд объектов, которые вошли уже в предложение на 2022 год. Поэтому, пользуясь случаем, я приглашаю всех жителей Раменского буквально в следующем году, когда в системе Добродел выложат эти адреса, эти проекты, принять активное участие в обсуждении. Либо предложить свои варианты тех вопросов, которые необходимо решить в рамках этого закона. И если они наберут достаточно большое количество голосов, значит, они будут профинансированы из бюджета Московской области. А каким образом можно вынести свое предложение? Вы сказали, человек может предложить. Допустим, у нас сейчас смотрит та категория граждан, которые об этом услышали или ранее слышали, но сомневаются. Прежде всего, я проводник, я как человек, которого избрали одномандатником от Раменского округа, я представляю жителей Жуковского и Раменского. Поэтому, прежде всего, можно ко мне обратиться с предложением о том, что нам необходимо, например, осветить вот эту улицу или отремонтировать вот эту поликлинику. В первую очередь, я могу проводником выступить. А можно напрямую обратиться опять же в правительство Московской области с предложением, да, или на имя главы Раменского муниципального органа. Здесь вариантов коммуникации большое количество. Ну, наверное, через меня это самый короткий путь. Поэтому в следующем году добро пожаловать. Я готов встречаться, общаться. И если идея интересна, я двумя руками готов включаться и помогать реализовывать ее. Ну, Коль, мы заговорили о встречах с нашими гражданами. Давайте мы вспомним, какими они были в 2021-м. Потому что наверняка пандемия или коронавирус, они внесли свою корректировку и во встречах в количестве. И, может быть, в просьбах каких-то. Да. Прежде всего, хотел бы напомнить, что я уже 11-й год регулярно веду приемы каждый понедельник с 10 до 12, город Жуковский, улица Гагарин, дом 2, третий этаж. И каждый понедельник с 13 до 15, КДЦ «Сатурн», 106-й кабинет. Очень многие жители округа знают эти адреса. Вместое время встречи не изменилось? Да, если кто-то не знает, вот я напомню. Да, действительно, часть времени в 2021-м году мы дистанционно общались. И я хочу сказать, что очень много граждан, которые обращаются ко мне через соцсети, через электронную почту, через сайт Мособлдума, это удобно. Это никак не отражается на качестве диалога между заявителем и исполнителем, коим являюсь, например, я. Но сейчас возобновились личные приемы. Я провел последний прием в этом году. Теперь 17-го числа, в понедельник, я уже в 22-м году буду проводить личный прием. Какие темы? Да самые разнообразные. Ну, прежде всего, безусловно, наверное, тема номер один – наказание материальной помощи гражданам, которые оказались в трудной жизни в ситуации. Тема всегда актуальна, потому что люди живут тяжело, разные ситуации, разные жизненные проблемы и неурядицы, и задача власти, обязанность власти помогать таким людям. То есть можно в соцзащиту обратиться, но если соцзащита по каким-то критериям не может помочь гражданину, для меня таких критериев гораздо меньше. Поэтому я могу применять решение там, где соцзащита не может принять решение. А если говорить о каких-то таких крупных темах, по которым обращались, они на поверхности. Они на поверхности. Ну, удельницкий переезд. Вот эта вот пробка бесконечная. И поэтому шквал обращений. Ко мне, к главе, к губернатору. Перекрыли путепровод на въезд в Раменское. Тема номер один. И проклинают, и ругают, и просят. И все, откройте. Ну, действительно, очень сложная была ситуация. И сейчас открыли обе полосы, но, к сожалению, до весны. То есть весной начнут делать вторую сторону, опять закроют. И я очень надеюсь на то, что и подрядчик, и профильное министерство все-таки продумает, как люди будут ездить. А то мы сейчас закроем и удельницкий переезд. Мы сейчас закроем одну полосу здесь, и опять люди будут находиться в этих часовых пробках, чтобы въехать в Раменское и выехать. А зимой-то это особенно. Да, это мы не должны допустить. И вот тут же шквал обращений. Шквал обращений. В Чулково на месте карьера завезут под покровом ночи какие-то нечистоты, выльют их. И тут же это, и тут же запах, и тут же огромное количество обращений. Да, то есть это, безусловно, с одной стороны, очень четко реагируем на те темы, которые наиболее важны для людей, которые их волнуют. С другой стороны, очень бы хотелось, чтобы в 22-м году таких тем, которые раздражают наших людей, мешают им жить, в том числе в экологическом плане, было бы как можно меньше. Да будет так. Я так надеюсь. Игорь Васильевич, вы достаточно часто принимаете участие в мероприятиях, которые проводятся в нашем округе. Одно из них состоялось буквально накануне. Это 42-я годовщина, которая была посвящена вводу войск в Афганистан. И действительно уже по традиции собираются у нас в парке. И это прекрасная традиция, потому что приходит и молодежь, подрастающие поколения, и приходят те лица, которые принимали участие в этих действиях. И об этом важно помнить. У нас в Равенском округе очень много добрых и правильных, нужных традиций. Это и регулярный митинг с обществом репрессированных. Это и очередная годовщина ввода, вывода наших войск из Афганистана. Потому что Афган, это было же вроде бы давно, а вроде бы и совсем недавно. Да. И очень многие офицеры, которые служили с моим отцом, служили в Афганистане. И мои ровесники в Чечне воевали. Поэтому об этом важно помнить. Об этом важно в первую очередь говорить молодому поколению. Потому что стоят вот эти ребята, молодые, юные, школьники, держат вот эти портреты и не понимают, собственно, ну вот какой-то дядька там на этом портрете. Важно рассказать про каждого, поименно рассказать про каждого, что вот ты держишь, у него вся жизнь была впереди, да, у него могла быть семья, дети, внуки, правнуки, но вот он пошел в Афганистан и выполнил свой интернациональный долг, в том числе ценой своей жизни, да. И об этих людях важно помнить, а их родственникам важно знать, что власть понимает свою ответственность. В конечном итоге ведь эта власть приняла решение о том, чтобы ввести туда войска. Поэтому и на власти лежит ответственность за благополучие матери этого воина, который не вернулся, да, и очень здорово, что мы каждый год собираем этих матерей, общаемся с ними, спрашиваем, чем помочь, да, какие там бытовые проблемы решить. Таких очень много, я подчеркиваю, традиций, и их важно холить, лелеять и из года в год их поддерживать. Да, 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 согласна, потому что действительно там и матери присутствуют, и вдовы, потому что оставшись с детьми на руках, это тоже очень непросто, нужно пережить, справиться с этими чувствами, еще и детей расти, да, поэтому это прекрасное мероприятие, которое действительно пусть продолжает свое существование. Ровно поэтому, как каждый год принимаем участие в этом мероприятии, и пусть так оно будет и в 22-м, и 23-м, и в последующих годах. Да, Игорь Васильевич, ну, мы уже упомянули о молодых людях нашего Равенского городского округа, их у нас к прекрасному нашему такому много достаточно, причем у нас есть кжельские университеты, есть кжельский колледж, где учится много талантливых, и в этом году 90 лет колледжу, и было праздничное мероприятие, вы там тоже были. Я не случайно там был, потому что много лет назад меня пригласили преподавать в Кжельский государственный университет, и уже много лет, я уже не веду почет этих лет, но я уже много лет преподаю на факультете государственного муниципального управления, потому что иногда в Москве общаешься с коллегами и начинаешь рассказывать про Кжельский государственный университет, они говорят, а где это, а что это? И для многих действительно это новость о том, что в Раменском городском округе кжельском, экс-кжельском поселении находится государственный вуз. Действительно. Государственный вуз, причем с шикарной материально-технической базой, с очень серьезным таким педагогическим составом, потому что там очень много коллег, практиков преподают. Я, например, как госслужащий преподаю на факультете государственного муниципального управления, читаю там курс лекций по законодательству, там, председатель пенсионного фонда нашего тоже там преподает, да, и очень многие практики. Очень важно ведь, чтобы преподавали не только теоретики, а те люди, которые работают. Игорь Васильевич, меня простите, я вас прибью, потому что у нас есть звонок. Замечательно. Здравствуйте, мы вас слушаем, представьтесь, пожалуйста. Алло. Да, здравствуйте. Алло, можно говорить, да? Да, да, да. Скажите, пожалуйста, я интересуюсь, вот летом губернатор сказал, что с 1 января 2022 года пенсионеры будут бесплатно ездить на коммерческих транспорте по городу Раменское, а как обстоит дело? Отвечаю на ваш вопрос, да, действительно, этот пилотный проект сейчас реализуется в нескольких муниципальных образованиях в Московской области, в том числе и в Люберецком городском округе. Это связано с тем, что правительство должно понять вообще, какие субсидии необходимо выплачивать коммерческим перевозчикам на пенсионеров. И вот сегодня буквально на Высшем Совете информация была озвучена о том, что в ближайшее время все коммерческие перевозчики свой транспорт должны будут обеспечить счетчиками пассажиров. И тогда мы будем точно понимать, сколько пассажиров перевозят коммерческие перевозчики для того, чтобы за пенсионеров, которых это, ну для пенсионера будет это бесплатно услуга, но перевозчик все равно должен получить, да, за перевозку того или иного пассажира свои деньги, да. А мы должны точно знать количество пассажиров. Поэтому пилотный проект опробован, он показал свою эффективность, показал востребованность этой услуги, поэтому в следующем году в Московской области по всем муниципальным образованиям будет реализован этот проект. То есть в самое ближайшее время, ну обязательно об этом проинформируем и в средствах массовой информации, и органы соцзащиты обязательно проинформируют, когда такой услугой смогут воспользоваться и жители, в том числе Раминского городского округа. Ну это уже приятная новость, которая наступит в самое ближайшее время. Да, в новом году, и он, я думаю, что будет очень приятен для лиц, которые находятся на заслуженном отдыхе. Ну да. Игорь Васильевич, так возвращаясь к молодежи, она, причем Кжельский университет, он на самом деле уникален, потому что интернационален, еще к нам же приезжают учиться люди как из ближнего зарубежья, так и дальнего зарубежья, и это очень уникально на самом деле. Да, действительно, и ближние, и дальние зарубежья, и молодежь из многих муниципалитетов Московской области переезжает, и Раминские, Жуковские студенты в большом количестве там обучаются, и сотрудники Раминской администрации, не один десяток сотрудников Раминской администрации, которые получали там первое или второе высшее образование в Кжельском университете. Поэтому я подчеркиваю, что это вообще уникальное явление, чтобы в отдельно взятом муниципалитете был госуниверситет и с очень хорошей материальной базой, с замечательным сейчас общежитием, новым общежитием. Поэтому я думаю, что вот это сотрудничество, оно, безусловно, будет продолжено, и оно является, безусловно, взаимовыгодным. Да, я очень надеюсь, я на самом деле очень радуюсь за вот эти вот успехи, которые выходят за рамки Раминского городского округа, если так можно выразиться. Тогда прославляют Раминский район за территорию, безусловно. Да, и узнают о том, что есть у нас такой прекрасный университет, действительно, с прекрасным педсоставом и возможностями. Ну и, конечно же, давайте затронем тему спорта, потому что в Раминском городском округе его много, есть масса возможностей, где заниматься. И один из видов, кстати, спорта, гимнастика, который вы часто посещаете тоже. И, ну, там выступают такие прекрасные наши воспитанницы, просто чудо. Наверное, один из моих любимых видов спорта, наравне, наверное, с теми видами спорта, которыми я занимался в свое время, там, самбо, рукопашный бой, безусловно, это футбол. И Сатурну желаю все-таки повышения в уровне, сейчас мы выступаем во втором дивизионе, будем надеяться на то, что все-таки Сатурн сможет выйти в первый дивизион. Ну и если говорить о художественно-эстетической гимнастике, наверное, это один из тех видов спорта, которыми славен и Раминский городской округ, и городской округ Жуковский. И у нас есть чем гордиться. Наши воспитанницы являются и чемпионами мира, и чемпионами России. И, безусловно, такие виды спорта надо всячески поддерживать и развивать. И, например, если говорить о Жуковском, сейчас хочется сказать, например, спасибо Жанне Аркадьевне Габетте, наш предприниматель, фирма Веста, которая сейчас, например, реализует в Жуковском инвест-проект. И в рамках этого инвест-проекта на пересечении улицы Лацкова и Баженова она уже практически закончила строительство нового ФОКа. Это замечательный пример такого государственно-частного партнерства, о котором мы с Жанной Аркадьевной в свое время договорились. И сейчас ФОК стоимостью больше 350 миллионов рублей уже построен. Он будет, безусловно, украшением города. И в ближайшее время, счет идет на неделю, когда он уже будет предъявлен государственной приемочной комиссией, после этого будет передан городу. И основной вид спорта, который там будет культивироваться и развиваться, это художественная и эстетическая гимнастика. В нем смогут заниматься и жуковчанки, и раменчанки. И очень здорово, что вот такой спортивный объект у нас появится. Вот он уже практически достроен. Согласна. И он будет не только украшением, он еще и даст возможность девочкам заниматься и повышать. Не только девочкам, если это физкультурно-оздоровительный комплекс, значит, в принципе, там каждый сможет, кто захочет, получить огромную такую дозу здоровья и такого спортивного адреналина. Ну и мы находимся, как мы начали программу нашу с Вами на практически пороге Нового Года. Игорь Васильевич, это время чудес. Вы верите в них вообще? Они возможны в нашей жизни, в наше время? Знаете, всегда хочется верить в чудеса, потому что, ну, может быть, не чудеса, а удачу. Да, взрослые уже верят в удачу, понимая в какой-то момент, что чудес не бывает, что за любым чудом стоит труд, да, труд, упорство, целеустремленность. При этом мои дочки долгое время верили в Деда Мороза, писали ему письма, оставляли их на подоконнике. Дед Мороз исправно каждый год выполнял их пожелания. Собственно, мы сейчас, это такой даже партийный проект отчасти, мы сейчас объявили конкурс, пишут дети в возрасте до 18 лет, жители Московской области, пишут письма Деду Морозу, и мы сейчас проводим конкурс среди этих писем, и несколько писем, несколько авторов этих писем, которые написали, ну, вот такие, может быть, наиболее душевные, наиболее какие-то такие теплые обращения к Деду Морозу перед Новым годом, в следующем году, не в следующем году, а на следующей неделе, получат от меня подарки. Я лично проеду, и по поручению Деда Мороза вручу эти подарки жителям Раменского городского округа, и не только. Подскажите в следующем году нашим детям, куда надо писать письма? Ну, как минимум, как минимум мне, а как максимум у нас много органов власти, которые в том числе практикуют такую практику, и я считаю, что да. И исполняют желания деток. И это прекрасная, опять-таки, традиция, которая действительно пусть процветает. Потому что, ну, не все родители могут сделать подарок тот самый желанный детям. Да, которым ребенок в обращении всякие, начиная там от шпица, которого надо там подарить, да. Но здесь проблема в том, что родители могут не обрадоваться этому подарку, заканчивая там телефонами, там гироскутерами, компьютерами и так далее, и тому подобное. Там фантазии, да, разные, но мы вот сейчас подводим итоги этого конкурса, и, безусловно, будут победители. Даже так? Да, обязательно. Ого, интересно. Ну, и хочется спросить, допустим, вы под Новый год загадываете желание? Ведь есть такое, да, что говорят под Новый год, что не пожелается, и все всегда произойдет? Да, сбывается. Наверное, я не загадываю желание, я планирую, наверное, наверное, с какого-то момента мы планируем свою жизнь, да, любой взрослый человек понимает, да, что он хочет, какие у него есть там планы, мечты. Я просто планирую свою жизнь, там, не знаю, на неделю вперед, на месяц, на год вперед. У нас, безусловно, есть планы на 22-й год, если говорить о партийной деятельности. У нас целый ряд муниципальных выборов, в которых надо не просто принять участие, а получить представительство, серьезное представительство в сайтах депутатов, муниципалитетов, увеличить численность партий. Если говорить о деятельности как депутата, ну, я уже говорил, да, надо продолжить работу с Минфином, там, по пристройке Кудельницкой гимназии, по строительству школы. Там еще целый ряд адресов, под лежачий камень вода не течет, надо постоянно говорить, постоянно встречаться с министрами, извините, там, за сленг, надо вот, как тот дятел, постоянно о себе напоминать, потому что по той же эстакаде через Уделинский переезд, ну, три года, ну, через почти каждый месяц я об этом напоминал профильному министру, губернатору, зампредом, писал запросы, снимали видеосюжеты, и вода камень точит, да, то же самое, если говорить о том, может быть, если бы не было такого негативного резонанса по поводу перекрытия въезда в Раменское, скорее всего, не открыли бы, потому что срок окончания реконструкции конец следующего 22-го года, и если бы не было того огромного негатива наших всех запросов, обращений к губернатору, к президенту и так далее, может быть, подрядчик бы и не открыл вторую половину, так бы мы и мучились. Все-таки, когда коллективный разум солидарен, да, и когда мы бьем в одну точку, мы обязательно добьемся поставленных целей, поэтому я, наверное, не строю каких-то иллюзий, не жду каких-то чудес, я просто планирую свою работу, как я это делаю на протяжении уже многих десятков лет. Пусть они, ваши вот эти вот планы реализуются, и задачи, которые вы ставите, они будут разрешимы. Ну, а сейчас настало время, чтобы поздравить наших дорогих телезрителей, потому что они достойны самых прекрасных слов. Безусловно, мне особенно приятно в этой студии поздравить всех раменчан с наступающим 2022 годом. Почему приятно? Потому что я, по сути дела, коренной житель Раменского, да, если быть точнее, я проживаю в Удельной с 80-го года. Для меня это действительно родное место, да, это место моей силы, да, и я знаю, наверное, каждого второго раменчанина я знаю в лицо, и каждый второй наверняка знает меня. Поэтому для меня очень почетно работать в Раменском городском округе и представлять раменчан и жуковчан в законодательном органе власти, субъекта Российской Федерации, который называется Московская область. Но сегодня я хотел бы пожелать всем раменчанам, в первую очередь, простого человеческого счастья, каждый из нас вкладывает в это понятие что-то свое, но, наверное, это удача, наверное, это здоровье и благополучие родных и близких, потому что когда близкие рядом, когда близкие здоровы, наверное, тогда и у тебя на душе комфортно. Ну и то, о чем мы с вами говорили, мы ведь в душе все равно мечтаем о том, чтобы что-то получилось, чтобы удача нам способствовала, чтобы те планы, которые мы запланировали, обязательно исполнились, чтобы начальство оценило и повысило зарплату и продвинуло по служебной лестнице. Поэтому, а кто-то, может быть, хочет поехать куда-то за границу, да, а кто-то хочет, чтобы его ребенок выполнил на мотив мастера спорта по художественной и эстетической гимнастике. И таких планов, наверное, у каждого великое множество. Так вот, пусть они по максимуму в 2022 году исполнятся. С наступающим вас Новым годом! Спасибо вам огромное, и вам тоже, Игорь Васильевич. Знаете, все-таки здоровья, потому что, увы, оно очень важно. И, действительно, пусть все будет ровно, если вообще таковому суждено сбыться, пусть все получается благополучие. И, действительно, вот, что называется, всем нам просто мир и гармония, и понимание. Спасибо, и вас с наступающим Новым годом! Спасибо, Игорь Васильевич. Время нашей программы, увы, подошло к финальной минуте. Поэтому спасибо вам огромное, что вы сегодня были гостем. Надеемся и в 2022 году на плодотворное сотрудничество. Спасибо. Спасибо и вам, дорогие телезрители, что все это время были с нами. Будьте здоровы, до свидания, еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова